21 октября день герба и флага Тверской области. В преддверии праздника губернатор Игорь Руденя вручил жителям Верхневолжьи государственные и региональные награды, которые своим трудом вносят вклад в развитие региона и страны. Также вручены первые паспорта юным гражданам Российской Федерации. О том, как прошло мероприятие, расскажем в следующем материале выпуска. Белый зал областного правительства в пятницу был полон выдающимися людьми Тверской области, которые за свою жизнь несли немалый вклад в развитие региона. Это медики, спасатели, учителя, многодетные родители и специалисты тверских предприятий, которые трудятся на благо родного края. Подлинное богатство Тверской земли всегда составляли большие дружные семьи, воспитывающие достойных граждан России. Почетный знак Тверской области слава матери вручен Наталье Петрановской из Фировского округа, в семье которой пять детей. Всегда хотелось, чтобы у меня было много детей. Считаю, что самое главное — это привить детям заботу о близких, уважение к окружающим, любовь к родине, вырастить детей честными, трудолюбивыми, целеустремленными. Выражаю большую благодарность за поддержку, за особое внимание к нашим многодетным семьям. Школьная форма, бесплатное питание. Также мы получили автомобиль. Это очень большая помощь для наших семей. Почетного знака слава отца удостоен Виктор Изюмов из Старицкого округа, который вместе с супругой Анной воспитывает восемь детей. Эта награда пополнила большую копилку достижений семьи. В августе этого года Анна Изюмова была удостоена знака слава матери. От детей многодетные родители не отстают. Это, конечно, важно. И пример для детей. И у меня теперь есть награда помимо дочери и сыновей. У нас, потому что очень много достижений у наших детей. У нас на данный момент 163 медали и 9 кубков. 9, да, вот пополнился недавно на 2 кубка. По баскетболу мальчишки лыжами занимались. И у каждого имеется значок ГТО золотой, серебряный. Много лет своей жизни посвятил поддержке и развитию молодых талантов дирижер-создатель детского духового оркестра в городе Кувшинова Иванкурица, которому сегодня исполнилось 80 лет. Ему присвоено звание почетной работник культуры и искусств Тверской области. Жизнь Ивана Алексеевича — это музыка и служба в армии. Он прошел путь от ученика школы музыкальных воспитанников до дирижера армейского оркестра. А выйдя в отставку в 1996 году, создав Кувшинова детский духовой оркестр, который уже трижды подтверждал звание образцовой. Уже четвертое поколение мальчишек и девчонок занимается музыкой под руководством мудрого педагога, который своей миссией считает не только при общении к музыкальной культуре. Работа с детьми очень интересна. Когда дети ощущают, что педагог его друг, его товарищ, они приходят с удовольствием. Очень люблю детей. И я отсюда уеду. А там уже дети меня предупредили. Валерий Алексеевич, в три часа будет все подготовлено, чтобы вас поздравлять у себя в Кувшинова. Орден дружбы вручен заместителю председателя законодательного собрания Тверской области Юрию Циберганову. Для меня большая честь получить сегодня такую значимую государственную награду, как Орден дружбы. Я благодарен нашему президенту Владимиру Владимировичу Путину, вам, Игорь Михайлович, за высокую оценку моего труда. Находясь сегодня на посту заместителя председателя законодательного собрания, я имею честь продолжить служение Отечеству и делаю это с полной ответственностью. Считаю, что данная награда в большой мере отражает работу всего депутатского корпуса. Сегодня депутаты активно участвуют в патриотической работе, в поддержке участников специальной военной операции, а также делают всё возможное для правового обеспечения развития нашего Верхневолжья. Считаю, что мы выполним все задачи, которые ставит нам время и руководство страны. Служу Россией. Также отраслевых почётных званий региональных наград удостойны работники здравоохранения, образования, лесного хозяйства, физической культуры и строительства. По словам Игоря Рудени, каждый из награждённых поставил во главу своей жизни служение Родине, внёс большой вклад в развитие Тверского региона. Их достижение – это пример для подрастающего поколения. Тверской крал сыграл особую роль в объединении русских земель и не раз крепкостяной вставал на пути захватчиков нашей земли. Здесь у истока Волги росла и крепла православная вера, промывались традиции верности Родине, общего труда на благо нашего Отечества и самоотверженной защиты своей земли. Сегодня мы чествуем людей, которые в наше уже современное время ярко проявили эти качества. Пяти школьникам из Твери, Вышнего Волочка, Сташкова и Ржева губернатор вручил паспорта гражданина Российской Федерации. Особые слова признательности в этот день прозвучали в адрес присутствующих на церемонии ветеранов Великой Отечественной войны, военнослужащих, участников специальной военной операции, представителей боевой авиации из Твери и Торжка.